Офигеть! Ртутагин дерьмогрел! Блин, Кэп, ну видишь, какие времена наступили, блин? Зарабатываю, ну как могу. За любую работу берусь. Просто деньги нужны, я решил в Warface вернуться. А донат-то как? Сам понимаешь, с ним-то лучше. Да не боись, Ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Статку растишь и раков всех гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Оу, мать! Жопу этот навоз! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Монголов Вышибатель Кидокопадия Дитак Добка представляет Битва за третью лигу Или как Ракутагин Осваивает самоконтроль Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, это ты думал Понял? А оно на самом деле вот так Приветствую вас Леди и джентльмены Другие подруги С вами Ракутагин Капитан Очевидность Соло РМ Сегодня будет битва за третью лигу И есть у меня для вас отличненький анекдот гонки Знаете, что говорит медсестра своему парню когда она очень устала И ей не до секса она говорит следующее кулачком поработайте молодой человек ха 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 так оно и бывает сука так оно и бывает деточка ну блин 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 давай медик onde Че то не очень пока началось но нет-тель принципе в принципе Первый Раунд притирочный ничё не означает еще у нас а еде Внимание! Зарегистрирован процесс проникновения. Сука, проникновение, говоришь, да? Ты, антитело, сюда иди. Подожди. Ебутентий, как бы ты ни выпедривался, а уже понятно, против вас фулл стак клана. И чё? Это очень глубоким проникновением пахнет, так что лучше смирись с этим. Раслай гулки и получай удовольствие. Сука, это пахнет тем, что я тебя в бубен завяжу. Без шо, ты печешь меня. Ещё кокос там ползает, иди в жопу. Я люблю своего кота, ну блин. Он в самые ненужные моменты, он то на стол начинает лезть, то в ноги тереться. Жопа мелкая. Так. Headshot, baby, you get owned, вот так вот, да. Спочина, мрачина. Благодарю, Нарина. Кстати, мой котяра, он тот ещё извращенец, я ночью сплю, он приходит под едеяло, залазит мне в жопу, нюхает трусы. Серьёзно. Ну, это между нами, как бы, вы понимаете, да. Всем рассказывать не надо. Странный котяра. Ну, такой, своеобразный. Я, конечно, люблю его и поцеловать, могу я не врезгливый. Но нюхать жопу, это... Необычно. Даже для кота. Так, ладно. Вот так, деточка, да. Ну, это, мне кажется, скорее противники сейчас расслабились. Посмотрим, что дальше будет. Дальше будет. Я думаю, ты захочешь очень плохо. И твой самоконтроль тебя не спасёт. Кстати, не трогай мой самоконтроль. Да, ребят, вы знаете, что заметил? Вначале, когда после нормального РМа, там, с окланами, с нормальной тимой, там, берёшь первые лиги, у тебя опыт есть уже, приходишь на соло РМ, у тебя жопа просто разрывается от тупизма союзников и так далее. Но потом, твой пукал, он как бы, он начинает обладать низкой температурой. Ты проигрываешь себе покер, знаешь, вот, РМ становится такой нормальным таким процессом. Срали, так срали, выиграли, так выиграли. Потеешь там и так далее. Да, не без этого. Но расстраиваешься намного меньше, чем обычный. Вы знаете, самое интересное? Мне почему-то в последнее время очень нравится соло РМ играть. Вы знаете почему? Наверное, потому что соло РМ, он действительно сложнее. И тут действительно азарта больше. И именно тут ты можешь как-то прям, ну, тащить всю тиму, как-то... Это ещё новая кима спортивная мода в Варфейсе. Прицели ходить инженером. Ой, иди в жопу. А чё, снайперу можно ходить в прицеле? А мне нельзя ходить? Чем инженер хуже снайпера? Это снайперы как-то странно некоторые ходят. Они вообще там вращаются в этом прицеле. Живут в прицеле. Зачем? Иногда-то выходить надо. Они не выходят. А вот инженеру, кстати, вот входить в прицеле вообще норм, я считаю. Так, на чём я остановился? Короче, соло РМ мне очень нравится. Первую лигу я не успею взять. Ну, потому что всё, друзья, как бы, собственно, когда видео вышло, я уже уехал, да. А так я уезжаю послезавтра, и как бы я теоретически могу взять первую лигу завтра. Только мне надо с третьей до первой. Я попытаюсь, конечно, но я чувствую, что я окажусь на четвёртой или на пятой. Это нормально, это неплохо. Откаты на лигах это норма. Это абсолютно обычное дело. Вот, когда ты доходишь где-то до пятой, вот, пятая по первую, там откаты бывают, по вторую точнее. Ну, если первую взял, то уже откат вряд ли будет, конечно. Вот, такие дела. И вся суть соло РМ на самом деле, это запастись просто терпением и играть. Потому что, если ты будешь играть день ото дня, то, может, даже достаточно быстро. На несколько дней ты эту первую лигу возьмёшь. Но надо попотеть. И, конечно же, вот так вот, дедушка, фига, ага, ага. Да, кстати, дорогие зрители, почему АМБ это самое имбовое оружие у инженера? Да, кстати, вот почему говорите, ну ведь видитесь, не хуже, то не хуже, это не хуже. Почему даже вот новый у нас есть этот, от Сусанта, как он там, пауэр, хуя, ну, в общем, мы поняли это, да? Гранд пауэр, да. Новая ППХ. Почему он вроде по ТХ, он даже лучше, и точность у него лучше и т.д. Но всё-таки, я не могу сказать, что он первое место занимает. Делит с АМБХ, да, он может плюс-минус не хуже. Но почему АМБХ так долго удерживает своё первое место и никому не отдаёт? Да потому что глушитель, понимаете? Если бы только что у меня не было глушителя, медик бы понял, где я и что я... Эдшот, деточка, да. А тут, понимаете, вот она, в чём всё суть. Я убиваю противника. А противники не могут мои другие понять, его тиммейты, где я. Потому что просто из-за глушителя, банально, меня хуже слышно. Тяжелее по звуку опадить. Меня не видно. Вот, видите, смотрите. Опа. А этот не видит, голубчик. Вот, сука. А этот видит, да. Вот, драчишка, о чём я и говорил. Наклон в обратную сторону пошёл. Слышь, а наших чё, всех наклонили реально? Блин, нифига себе. Но это, честно говоря, это мы расслабились. И мои расслабились, и я расслабился. Я до последнего думал, что как бы всё, как бы, типа, у меня почти все живы. И, типа, я нагибаю. Оказывается, моих-то положили, я чё-то не обратил внимания. А ну, вон он, как бывает на самом деле. Ладно, чё страшного. Ну, пока что идёт на равных. Если с кланом идёт на равных, это уже хорошо. Это значит, шансы есть. Ну, вообще, разработчики, между прочим, вот я признаюсь, чаще всего я к кланам стираю. Ну, блин, ну там хотя бы 3-4 игрока часто более-менее нормально играющих. Ну, а со мной пацанов кидает, сами понимаете каких. В рандоме большинство игроков, которые с All-Iran играют, они играть вообще не умеют. Ну, честно, вообще. Они ещё ничего не понимают в этой игре. И против тебя кидает, ну, пусть троих из пяти нормальных игроков, более-менее средних. Да, конечно, они тебя наклонят. Как нифиг делать? Нагнуть, сука. Будь здоров, боди. Добрый вечер. Мда. Разработчики, давайте, побыстрее объединяйте серверы и заканчивайте эту фигню, что вот соло играет против скобок. Это не есть гуд. Вообще не гуд. Против, я считаю, против скобок должны быть хотя бы скобки по три. Хотя бы по три. То есть, если клан, против него хотя бы должна быть хотя бы одна скобка по три. А потом уже можно рандомов или там дусов накидать. Но полностью рандомы или там двушка и три рандома против стака кланов, ну, это слишком глубоко, ребята. Это прямо, это мазохизм. Ну, тихо. Такое выигрывается, но редко, честно. Че бы наши там разработчики не рассказывали, типа, да нет, ну почти. Сука. Признаю, Ебукинки, в целом ты намного лучше стал играть в последнее время. Благодарю, благодарю. Скажи мне, в чем твой секрет? Опять за мясорубочки взялся? Кэп, представляешься, секрет есть, мясорубки вообще не играю. Я мясорубки вообще практически не играю. Очень редко захожу, играю там 2, 3, 5 мясорубок и выхожу. Все. Чаще всего перед РМ я вообще не играю мясорубки. В этом фишка. Есть один разогрев, одна интересная тренировочка. Необычная, таким никогда не занимался. Тут начитался, решил попробовать. Под себя оптимизировал, так сказать, все хорошо сделал. Так оптимизировал. Потом, как это еще назвать? В общем, да, получилось сочно. Очень круто получилось. Прямо рационализировал. Вот, 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 вот. И получилось очень и очень интересно. Очень и очень прямо хорошая штука. Вы знаете, за 2 класса инженер и штурмовик помогают просто нереально. Стрельбу намного улучшает. Медик, снайпер, в принципе, ну, тоже какие-то плюсы. Но сильно плюс-минус на это не уходят. А вот за инженера и штурмовика прямо вот начинаешь очень хорошо играть. У меня всегда была проблема именно играть на РМе штурмом и инжом. А теперь таких проблем нет. Хедшот, дедочка, да! Так. Где-то там у нас. Где-то там, голубчик-голубец. Вот тут он, я знаю. Он тут, голубчик-голубец. Хедшот, дедка, моя конфетка. Воистину, это было сильно. Удивлен. Жду твоего секрета, Рокутагин. Да? Научи нас качественно. Научу. Кокосик, ты рад за меня, да? Вот он, наш замечательный кот. Итак, друзья, что я вам могу сказать? 17 фрагов, 8 хедшотов, где you was all 5x7 сыграли. Да и меткость не самую плохую показали, да, Кокос? Ты мой шраткий жирный кот. Вот, такие дела. Не буду пока ничего говорить про тренировки, потому что, как говорится, не быть голословным. Я сейчас отлучусь, потом приеду. Новый сезон РМ. И я постараюсь в соло до первой лиги дойти. Я думаю, что, в принципе, плюс-минус это у меня получится. В крайнем случае, через один сезон. Но, так или иначе, как вы видите, третью лигу мы все-таки в соло взяли. Кланчик мы понагибали. Жирного кота поцеловали и отпустили. Если данное видео вам понравилось, то ставьте лайки по желанию, как хотите. Яйки чешите обязательно из этого просто никуда. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова